Итак, снова здравствуйте, это снова Дмитрий, он же курящий из окна, и продолжаем играть в Сибирь 4. Я что-то решил начать опять с начального меню, потому что я вот сколько уже играю, 11 серия, по-моему, пошла. И только сейчас со своей внимательностью обратил внимание, что когда подгружается уровень, здесь дается выбор, что выбрать. Нет, мне интересно, это просто история игры, или можно именно подгружать что-то и загрузиться именно отсюда. Ну давайте все-таки попробуем тыкнуть, проверим. Нет, все-таки, похоже, нельзя, меня все равно грузят оттуда, где мы закончили. Хотя это легкое упущение, на мой взгляд, потому что я вот сейчас посмотрел ачивки, у меня там, например, неполученная ачивка. Из лагеря можно было взять какую-то бутылку воды, и за это была бы дана ачивка. Вроде я там все осмотрел, все обошел 10 раз, а все равно нет. Ну ладно, продолжаем играть, и приношу извинения. Еще в прошлые выходные, в прошлую съемку надо было сказать, к сожалению, я это благополучно забыл, но когда в игру погружаешься, всегда забываешь. Если вы знаете, у меня есть традиция за донат и просто за благодарность писать всегда в закрепленном сообщении благодарности людям. И вот, кто обратил внимание, там фигурирует всегда Антон уже несколько лет. И нужно было раньше поздравить с днем рождения, но поздравляю запоздала с днем рождения и одним месяцем. Но очень поздравляю, Антон, желаю здоровья, ментального, физического, какого угодно, и знай, что я дико тебе благодарен и за общение, и за все. Ну а теперь поехали играться. По-моему, мы здесь ничего не осматривали или осматривали. Картины соображения музыкальной площади вернутся. Да, что я в предыдущей серии немножечко замучился музыку делать разнообразную. Сейчас музыки опять нет, вроде я немного поздравил. Поздравил, поправил. Вроде я немножко поправил музыку и эффекты, что, надеюсь, у вас будут диалоги немножко получше, эффекты чуть потише. А то в предыдущих сериях там снег вообще шел дико громко, что-то было еще дико громко, и я забыл нафиг, что мне делать. Застеснялся, блин, поздравляю. И забылся. Но мне вроде никуда больше нельзя идти. Я проснулась, я позвонила с Оливией, я посралась с Оливией, я пошла дальше. Мне надо в музыкальный район. У меня есть имя Даны. И мне надо искать, как она относится ко всему. Пойдем. Демуазель Ленни говорила, что Академия находится рядом с музыкальной площадью. Фрау Вагнер могла бы объяснить точнее. Угу. Меня очень смущает фрау Вагнер по-прежнему. По-моему, мы ищем ее. Тем более, тут даже специально говорится, что она не Демуазель Вагнер точно, а фрау Вагнер. То есть, она жената была, но замужем. Поэтому, скорее всего, это будет так. Почему у них камин в форме шампиньона, я не понимаю. Ну ладно. Почему-то хлеб с ножом стоит, явно за каким-то странным местом. Я бы никак не подумал, что за этим местом можно завтракать. Но почему-то за столиком они играют в шахматы, а здесь у них еда. Так, фрау Вагнер, вы где сидели? Я уже забыл вообще. Да, кстати, может быть я что-нибудь нового могу поделать с компьютером. Это же так интересно. Я посмотрел, там есть еще ачивка. Что-то там поискать по компьютеру. Вообще все, что можно. Искать места, искать люди, организации. Так, Балтияр я искал. Вагн в Железную тайгу я по-моему искал. Балтияр я по-моему тоже искал. Что меня еще немножко удивило. Может быть вам это будет немного полезно. А нет, слушай, мы этого не искали. Про Балтияр я узнал, что они туда хотели отправиться в экспедицию за Снежным Человеком. Скорее всего мы туда отправимся, хотя вообще не представляю зачем. Если этот Леон туда не отправился, никто туда не отправился. Страна в Азии, расположенная между Россией и Китаем, столицей крупнейший город Кантар, прежде являясь британской колонией, и получил независимость вскоре после Второй мировой войны. Это у них какая-то отсылка на этот, что ли, на Тибет? Хотя, по-моему, Тибет все-таки не на границе России и Китая. Он где-то там в Китае спрятан, хотя не помню. По большей части скальный, состоит из нескольких горных хребтов. 50 тысяч километров, высокая вершина, находится на высоте 4604 метра над уровнем моря и пользуется популярностью альпинистов всего света. Но, скорее всего, на Тибет, потому что Тибет, по-моему, какая-то такая горная местность. Я что-то вспоминаю, у меня в детстве был глобус. И вот на глобусе, на этом одним из самых выдающихся для детского глаза мест, может даже еще читать не умеющего, был почему-то именно Тибет. Он был каким-то таким оранжевым вихрем показан. Ну и по-детски у меня даже казалось, что у этого вихря какое-то такое выражение лица есть. Но если кто видел, большое оранжевое пятно на Юпитере. Вот что-то похожее было, наверное. К сожалению, сейчас тот глобус уже выкинут. Я вам не смогу фотографию показать. Но, может быть, такие глобусы с синим пластиковым основанием у кого-то тоже были. Так, организации, люди, некролог. У нас кто-нибудь новый умер, нет? В Тирино, Сара, Уокер. Это мы все читали. Организации. Во, экспедиция Исток у нас новая. Кстати, музыкальная академия тоже новая. Ну, сначала экспедиция. Ничего существенного. Полагаю, экспедиция не привела к серьезному прорыву. Да, это как сейчас популярно узнать свои корни, помни. Что-то там слышишь. Просветление, истоки, истоки моей экспедиции. Экспедиция, интернет... Кстати, по-моему, интернет-магазин экспедиция у нас есть. Даже в Петербурге. Хотя могу ошибаться. Здесь ничего интересного. И музыкальная академия, вот это то, куда мы должны отправляться. Но, естественно, интернет нам не поможет. Нам поможет бабушка. Хотя нет, музыкальная академия была основана на начале 19 века. Быстро стала одним из лучших веганских учебных заведений. Вагенских, не веганских. Не одно поколение всемирно известных музыкантов, прежде всего пианистов. Академия еще и архитектурная достопримечательность на главной площади Вагена при Академии был создан всемирно известный оркестр автоматонов. А! При Академии или перед Академией? Наверное, все-таки при Академии. Потому что если перед, то нам бы ехать никуда не надо было. Тысяча туристов, любителей музыки с всего света. Ну, читать довольно долго, и вряд ли это нам интересно. Но, как всегда, промотаем. Нам все-таки хотелось бы поиграть и пойти куда-нибудь. Да, кстати, про то, что является памятником или что-то такое. Сегодня такая занятная немножко новость была. Так, коричневые тени мы, скорее всего, изучали. На всякий случай кликнул. У нас тут в Петербурге уже сто лет станцию метро Фрунзенская реконструируют. Ну, не сто лет, но, по-моему, год или два точно. И должны были открыть, по-моему, на днях. Никто не открывал. Сегодня появилась новость, что она была подана на, по-моему, соискание памятника культурного значения или что-то такое. Поэтому в ближайшие три месяца с ней ничего нельзя продолжать делать, пока ее признают или не признают. Какая-то полная дебильность, но, ладно. Как мог, пересказал. Вряд ли хоть кто-нибудь из моих зрителей имеет отношение к этой Фрунзенской. Так, бабушка. Рада вас видеть, мисс Уокер. Я-то как рада. Давайте поговорим снова. А, мисс Уокер. Вы хорошо спали? Чудно, спасибо. Не ври. Мы с ней так редко общаемся. Я не помню, про коричневые тени я с ней общалась или нет. Знаете, про то, что нас интересует все-таки, про музыкальную академию Вагена. Мне нужно в музыкальную академию. Не подскажете дорогу? Вам нужен трамвай на север, к музыкальной площади. Есть что-то, что я должна знать об академии? Сказать по правде, она теперь немного мрачна. А ведь когда-то это была жемчужина города. Студенты со всего мира съезжались сюда, чтобы выступать на музыкальной площади. Мда. Но с тех пор она потеряла свой лоск без студентов и средств. Но, посмотрим. Вчера я отправилась в лагерь Зильбершпигель. Захватывающе. Не могу не согласиться, мисс Войкер. Те горы – гордость нашего города, как и старая Лени. Лени глубоко уважают Вагене. Она была бойцом сопротивления во Второй мировой. Так? Я слышала об этом, когда была в лагере. Лени Реннер может и старая ворчунья, но для нас она еще и героиня. Жаль, нельзя сказать того же бы ее отца. И все же, у каждого свой крест, как говорят. О чем это вы? Не буду сплетничать. Война была мрачным временем в Вагене для всех. Лучше оставить прошлое в прошлом. И у вас многозначительная пауза, но ладно, это режиссура, так можно. Я просто боялся сначала, что нельзя же здесь пропускать ничего, поэтому было бы много лишнего. Но она поговорила о том, что все-таки произошло, а не заново. До этого хотел сказать, что бесполезно про новые места спрашивать. Она про все скажет. Вам надо на трамвай. Кажется, все связывает человека, которого я ищу со Второй мировой войной и восстанием коричневых теней. Когда были ужасные времена, дорогая. Особенно, когда Ваген заняли после аншлюса Астерталя. Вот ты мне скажи, ты тогда уже была или нет, чтобы я точно подтвердил свои притязания. Слава богу, я родилась сразу после. Ага. Блин. Вот как. Полагаю, вам пришлось расти, когда вокруг были отзвуки этих событий. О да, милая. Был целый заговор молчания, в котором каждый подозревал каждого. Даже близких друзей. Сотрудничал кто-нибудь из них с врагом? И если да, то было это по собственной воле или из-за трусости? Ответственная, не так или иначе, за арест или смерть близких. Это должно быть ужасно. Кошмарное время. Девушка, которую я ищу из того же поколения. Остается лишь верить, что ей удалось выжить тогда. Что ж, думаю, мне пора. Спасибо, фрау Вагнер. Если что, обращайтесь. Или ты, фрау Вагнер, мне все-таки врешь? Ну, похоже, блин. Ладно, пойдем наконец-то что-то новое узнавать. Надеюсь, я здесь ничего не пропущу. Я думаю, она нас сейчас окликнет, что-нибудь скажет. Не ходите на болото среди ночи или как там было. Опасайтесь каких-то болот. Уже забыл нафиг цитаты. О! А, блин. Я думал, мне можно будет мотоциклом воспользоваться. Но нет, можно только смотреть, естественно. Да, я не договорил то, что хотел сказать. И до сих пор не знаю, глюк-то или нет. Но, может, кому-то будет интересно. Я вот посмотрел, что просто здесь в этой игре осталось довольно... Спасибо. 3D Max и так далее, как это называется. Много разных ракурсов. Довольно мало осталось ачивок, которые открыты. Но зато здесь 10 скрытых ачивок. И я так понимаю, что это... Это да, иду или не туда? Помню туда. Да, точно не туда. Или туда? Наверное, не туда. Скрытых ачивок. И, видимо, скрытые ачивки это сюжетные. Не знаю, было так раньше или нет. Я вот не знал, что оказывается, если кликнуть на глобальные достижения, там показано, сколько процентов игравших людей получили какие ачивки. Там показывается, сколько процентов получили какую-то скрытую ачивку. И можно кликнуть на эту ачивку, и она откроется. Будет сказано, что надо сделать. Я так пару мест... Нет, всё-таки это я куда надо шёл. Я так пару вещей себе проспойлерил. Про то, что мы Оскара встретим, и то, что здесь что-то ещё будет. Больше не стал спойлерить. Ну, то, что мы Оскара встретим, это не спойлер, это... Гадалки не ходи. Но вот, например, про одну-другую игру я нигде не мог найти, что за скрытые ачивки, а так, оказалось, можно посмотреть. Вот скрытые ачивки там дурацкие оказались. Но всё равно интересно. Ну, я опять пошёл куда-то не туда, и я сейчас заблужусь, да? Я опять иду не туда. По-моему, мне... Где мой мотоцикл? Нет, вот мой мотоцикл. Сейчас я доберусь до трамвая. Подождите. Бадысь очень уютный город, но очень одинаковый. Так, ну, собственно говоря, всё, да? И, наконец-то, куда-то в новые места. Музыкальная академия. Мьюзик плац. Музыкальная площадь. А вообще интересно, всё, что есть обозначено, мне как-то понадобится или нет. Что здесь ещё есть? Канал. Хайден. Не, как-то говорят не по-русски, ничего не понятно. Но, скорее всего, в какой-нибудь порт мне надо будет, потому что я почти уверен, мы ещё куда-нибудь... Хотя вот в какой стране мы находимся, я опять забыл. Потому что я почти уверен, нас ещё во Францию и в Париж отправят. Куда она? Снова уйдите из цветочного квартала. Да, вот эту ачивку я себе как раз и заспойлерил. В академию, да, она должна была отправляться. По-моему, в Париж куда-то как раз. Продолжать учёбу. Ну, так или иначе, мы сейчас всё узнаем. Немного странно цветы нарисовано, как будто это какие-то сдувшиеся воздушные шары. Никакого шевеления нет. Ну, мне кажется, кстати, вот эти поездки, если их будет прямо много, всё-таки слегка лишние. Прямо настолько подробные, потому что выключить их я, видимо, не могу, пока у меня кнопки выключить не будет. Но эта игра довольно во многом именно наполовину кино, срежиссированная, поэтому, ну, значит, так надо. Лицо у тебя по-прежнему офигевшее. Ну, наверное, вот здесь именно ничего не будет нового. Это тот же кадр, как мы по городу едем. Может, дальше что-то будет. Неоновая вывеска здесь вообще не смотрится в этой атмосфере. Тем более, днём. Мбагин, музыкальный квартал, осень 2005-го. Ну, вот, видимо, мы как раз всё-таки сейчас приедем именно туда, где начиналась игра за Дану, да? Если поднапрячь голову... Ой, назад захотела вернуться, я думал, отжимать будешь обратно. Скорее всего, мы будем именно там, где начиналась игра. То есть, здесь должен быть и магазинчик этого отца её, и именно та самая площадь. Или я обшибаюсь? Там было написано Music Plads? Ты мальчик или девочка, а? Повернись. Судя по штанам, девочка. Давайте изучать. Сразу проверим, как всегда, можно ли сюда, кто будет мне здесь преграждать путь. Ты, мужик? А чё столько неона внезапно взялось? Или я на него просто внимания не обращал? Вообще, что его не было. Или здесь будет именно ещё какая-то ночная локация, чтобы она красиво выглядела. Здесь всех этих вывесок наделали. Ой, слушай, мы тебя уже видели за другим столом. Ты телепортироваться умеешь? Ну-ка, давай посмотрим. Вот ты у нас в чёрных леггинсах куртки с оранжевыми короткими волосами. В белых тапках. И вот ты же у нас в чёрных леггинсах куртки с оранжевыми волосами и в белых тапках. Ну, ребят, вы не могли их хотя бы немножко в разные места рассадить? Или вы сёстры и не знаете об этом? Вас надо познакомить. Ну, что за бред, а? Ладно, но это забавная находка. Мне даже понравилось. Но могли бы за это ачивку хоть дать. Вряд ли хоть какой-нибудь тестировщик на это внимание не обратил. О, мусик. Честно, есть музыкальный магазин под названием «Мусик» по-русски? Ну, это как-то да, не по-христиански. Я забыл, где-то, по-моему, слева должен был быть этот магазин нашего отца. Но пока что мне вообще никуда не надо и вообще никаких людей нет. Ой, подожди, ты в третий раз? Теперь ты одежду убирай? Ай, не дали посмотреть. Она же была снова, она. Это Оскар, да? О, Боже. Спасибо. Спасите. Помогите мне. Положите меня. Оскар? Спарим, не поймаешь. Даже не думайте. Положите его. Сейчас же. Ладно уж. Оскар. Никакого приключения. Ты как цел? Ситуация была щекотливая, но я рад тебя видеть, Кейтлокер. У тебя ситуация щекотливая будет, когда ты по травке высокой побежишь. Извини. Это там про ежика было, но сейчас он именно на ежик снова похож. Оскар, как я по тебе скучала. Неужто? Этот взрыв эмоций крайне неразумен, Кейтлокер. Надеюсь, ты не будешь бросаться в слезы каждый раз, когда я меняю тело. Я просто... Я так волновалась. Где ты был, Оскар? Ну, механический инстинкт моего носителя потащил меня. Через весь город. Я укращал его всю ночь. А потом наткнулся на этих маленьких негодяев. Ха-ха-ха! Повезло, что я оказалась рядом, да? Вполне. Итак, Кейтлокер, что случилось после нашей разлуки у реки Болотом? Думаю, нам лучше присесть ненадолго, Оскар. История длинная. Ну, не уходи, я хотел посмотреть, что она там. Ну, ладно, на монтаже вы сможете посмотреть и доказать, есть она там или нет. Вот тогда Демуазель Лене дала мне адрес музыкальной академии в этой округе. Понимаю, Кейтлокер. Думаешь, я сошла с ума? Пойдем, ну... Ну, давай пообщаемся с ним нож. Думаешь, я спятила, да? Ищу эту девушку Дану, которая, может быть, и умерла давно. Ну, Кейтлокер, ты знаешь, мне трудно дается понимание нелогичного мышления. Но все-таки одно я понял точно. Тебе нужно найти ее. Все верно, Кейтлокер? Да, все верно, Оскар. Я рада, что ты понимаешь. Я не вижу принципиальной разницы между поиском мамонтов по всей Европе, путешествием на страусах в радиоактивной зоне или поиском двойника. Это совсем не те вещи, которые должны заботить автоматона вроде меня. Еще идеи, Оскар? Ну, думаю, я мог бы спросить о нашей цели. Но, если честно, это не имеет значения. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошла и покуда тебе нужны мои услуги, Кейтлокер. Вот суть автоматонов. Спасибо, Оскар. Ой-ой, надеюсь, ты не начнешь сейчас обниматься, нет? Нет, Оскар, просто хочу тебя погладить. Я бы предпочел, чтобы ты воздержалась от этого. Я ведь не собака и не зверь. Ладно, нам пора в путь, Оскар, и тебе лучше не светиться. О, Боже, полагаю, выбора нет. Чего тебя так хорошо не показывали, когда ты появился в первый раз? Надо отсюда твою картинку вырезать, обложку поменять в предыдущей серии, где ты появлялся. Так. Ну, кстати, насчет погладить, это да, это интересно. А, то есть, решили не отрисовывать, что мы будем вместе болтаться по городу, решили, что я тебя за пазухой носил, да? Или одну грудь тобой увеличил. В принципе, логично. Он снова со мной. Правда, я не скажу, что он маленький прямо, его куда положить-то, в капюшон положить только? Действительно. Будем с тобой из инвентаря общаться. Для утонченного автоматона вроде меня, это невыносимое унижение, знаешь ли. Может, я в тебя поковыряться могу еще где-нибудь, а? Ну, видимо, нет, в любой точке я с тобой только могу так, да? Ну, хорошо. Неужели меня так уж необходимо здесь и закрывать, Кейт Уокер? Прости, Оскар, но я не хочу и не могу снова потерять тебя. Будем тобой пользоваться из инвентаря. Что, будет у нас здесь Дана где-нибудь? Быстрым гладом не вижу. Хотя не могу разобрать вообще, что это именно такое. Тут что-то сбоку еще, а что сбоку? Следы от пуль. Должно быть, коричневые тени расстреливали здесь людей. Ужас. Я с огромным удивлением в этой игре довольно много отсылок на диско-элизиом нахожу. Там тоже были следы от пули, мы их рассматривали. Жертва геноцида, устроенного фашистами во время Второй мировой войны. Столько смертей. Надеюсь, Дана выжила. Ну, у меня есть циничная мысль, но я не буду ее высказывать. Ну, или здесь самые выдающиеся. Жертва геноцида, устроенного фашистами во время Второй мировой войны. Столько смертей. Ладно, пойдем. Ну, судя по всему, это все-таки не то место, или то... А-а-а! Подожди-ка, а мы же там в Задану исследовали всякие закоулки. Скорее всего, это как раз один из закоулков. Просто тогда этой стены не могло быть, потому что это еще без войны было. До войны. Черт, интересно бы сравнить. Может, я вообще не про то абсолютно. По-моему, это было здесь. Здесь еще какая-то женщина сидела. С которой ничего сделать было нельзя. А может и нет. Ой, кстати, очень похож прямо на велосипед, который у меня... Слушай, это один и тот же велосипед, с тем, который у меня в деревне в детстве был. У него даже сумочка точно такая же. И цвет точно такой же. Если я не путаю, это аист большой. Блин, приятно увидеть. Даже такая фара где-то валялась, но она не подсоединена была. Звонок. Один в один. Как будто рисовали с того, что было. Ну, скорее всего, рисовали с того, что было. Прикольно. Что я могу сделать-то? Что-то я тут брожу, брожу, а ничего нету. О, точно. Вместе с Кейт взгляните на подпись данной на цементе. Вот не зря я свои инициалы оставил. Нарисовал бы скрипичные ключи. Все. А тут, да, она... Слушай, видимо, это я правильно сделал. Я реально не знал, что я делал, когда делал. Тут она прям за роду взялась. Узнала. Но ничего не сказала, и, видимо, это бесполезно. Забыл, кстати, что это за магазинчик был в то время. Что он там делал? Помню, он это чинил, оговорил он или нет. Ну, короче, теперь точно понятно, что я не ошибаюсь. Мы именно там, где мне надо. Ну, вот куда конкретно мне надо, это мы еще разберемся. Собственно, да, вот здесь. Вот, 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 вот она третий раз появляется. Ну, как так можно было сделать? Почему у вас город тройняшек на 10 минут игры? Почему одна и та же модель женщины? Давайте искать ее в четвертый раз. Ой, велосипед повторяется. Ну, шо за бред? Может, здесь люди тоже повторяются, другие. Просто вот это у меня по личным мотивам запомнилось немножечко, я обратил внимание. Теперь буду мужика в усах и в очках искать. Посмотрим, сколько раз он здесь будет. Ну, а так, что я все осматриваю, ничего здесь нет. Видимо, нам на площадь надо. Нельзя нам искать магазинчик, потому что мы не знаем, что нам его надо искать. Ну, пойдем. Правда, мне казалось, что это какая-то главная, главная городская площадь, а это какая-то площадь именно этой музыкальной академии, видимо, или что? Они попытались вписать все новые магазины в старые фасады, но в итоге это лишь ловушка для туристов. Кстати, где-то проскакивала новость, по-моему, потому что хотят заставить всем магазины и учреждения на Невском проспекте в Питере сделать вывески в дореволюционном стиле. Тоже не знаю, как это должно смотреться и как это можно заставить. Когда я уезжала, эта сеть была по всему Нью-Йорку. А теперь у них даже здесь отделение. Конечно, классно же, там теперь нет рекламы на все здание Кока-Колы какое-нибудь. В принципе, все красиво, но, по-моему, если там темной ночью всякий неон присутствует, это вполне неплохо. Хотя, дореволюционные вывески с неоном, это было бы интересно тоже. О! В чем мужик такой накачанный? Эти стомес? Че с тобой говорить нельзя, можно. Гуден так. Гуден так, фройлен. Че могу помочь? Мне бы пожрать. Вы что-нибудь знаете о Вагинской музыкальной академии? Это большое здание на площади. Раньше она была известна на весь мир. А теперь нет? Ну, насколько я знаю, там сейчас мало кто учится. Не удивлюсь, если она закроется. А что случилось? Бюджет был урезан советом, вроде бы. Академия – вещь не очень прибыльная. Ясно. Почему площадь так популярна? Из-за механического оркестра на ней. Это бывшая достопримечательность. Каждый год студенты академии играли вместе с ним. Да и прославленные музыканты со всего мира тоже. О, как интригующе. Сегодня будет концерт? Боюсь, что нет. Пару лет назад совет подумывал его компьютеризировать. Но план так и не осуществили. И с тех пор никто не слышал его игру. Так много туристов на площади. А то. Каждый год сюда съезжаются тысячи людей. Для магазинов это золотая жила. А для жителей города тоже? Не знаю, не знаю. Я живу на окраине, как и большинство людей. Дело в том, что аренда здесь просто золотая. Дело в том, что аренда здесь просто золотая. Спасибо, я пойду. Офидерзайн, фрэллен. Возвращайтесь. Какой ты мужик бесполезный оказался. Еще на доске почета висишь. В той же одежде. Видимо другую ты не носишь. Джошуа Денке тебя зовут. Ты Миттер Бейтер Десмонадс. Видимо, кстати, действительно работник месяцев. Потому что Монадс... Не знаю я немецкого. Но, наверное, да. Присуждаю Гарри Бекенбауэром, региональным управляющим, за выдающееся исполнение своих обязанностей. Да, работник месяца. Я смогу с тобой об этом поговорить теперь? Такое ощущение, действительно... Но Капучино действует особое предложение. Нельзя, да? Такое ощущение, что действительно просто какой-то девочке дали свою мечту в игру вставить. Вот она его вставила. Но он абсолютно не работник месяцев пекарни. На вид. Он у него... Даже приватная комната есть. Он подрабатывает здесь. Напоминаю, Private, наверное, это типа служебное помещение. Она выглядит забавно. Все, я сюда просто... Вы сделали целое помещение ради одного мужика, с которым я могу поговорить на три бесполезные темы? Ну ладно, это круто. Хотя, возможно, мы сюда еще вернемся зачем-то. Ну, видимо, здесь надо осматривать все все-таки. Так, опять она вышла в другом ракурсе, и я забыл, куда я ходил, куда я не ходил. О, вот это мусорка! Вот это я понимаю. Вот здесь копаться, не перекопаться. Что здесь написано? О, даже номер телефона есть. 5123-888-321. Странная машина с кеми-то электрощитками на боках. Вроде даже не мусорка. Может и мусорка. Хм, странно. Что, кроме пекарни здесь ничего нет, да? Ну, хоть куда-нибудь. Вон, четвертая одинаковая тетенька. Пятая одинаковая тетенька. Ну, познакомьтесь. Ну, вы понравитесь друг другу, я почти уверен. Ух ты. Жаль, нет времени все осмотреть. Как же они это допустили-то, реально? Почему так? Или это должно мне показать, что я сейчас в какой-нибудь коме или сне. Все на самом деле вообще не так, как кажется. Но если это так, то это очень глубокая задумка. Потому что не обратить внимание на это невозможно. Ну, и так, сколько у нас по времени? В принципе, мы 35 минут снимаемся. Давайте лучше я площадь обойду по кругу. О, вот теперь велосипед уже лечит. Вон даже цвета другого. Может, ту тетеньку тоже еще где-нибудь чинить бы. Вот тоже повернутую. Давайте вот к следующей серии пойдем в саму академию. А то там наверняка будет много... Ой, мужик. А это ты был тот усатый мужик, которого я тоже видел или нет? Ну ладно, это уже не важно. Не уверен, просто там будет какой-нибудь большой новый разговор, с которого надо видео начинать, а не продолжать. Ну, давайте, наверное, на этом моментике попрощаемся. Встретимся в следующем. А в следующем уже прямо отправимся вперед в сказку. И, как говорится, все в том же духе. Подожди, туда нельзя пройти, а? На эти задворки. Вроде можно как-то бежать, но вроде как и нет. Ладно. Ну да, спасибо большое за просмотр. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока. Видимо, сюда можно будет войти, хотя не уверен на конце. Ну ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, пока. 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 Продолжение следует...